Всем добрый день, с вами Айден, и сегодня мы поговорим с вами про выход из тела. И я заранее прошу вас поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик рядом. Да, это видео о снах, и более того, выход из тела накануне случился и у меня. Так, ну куда ты опять, а? Чё ты себе позволяешь? Чё ты себе позволяешь? Выход из тела — это одна из форм проявления осознанных сновидений. Согласитесь, выйти из физического облика и невидимко преодолевать любые препятствия, проходить через стены и бродить континенты, лёжа при этом в кроватке, весьма заманчиво. Считается, что кроме физического тела в нас есть ещё ментальное, неосязаемое и невидимое. У животных оно развито гораздо лучше, чем у людей. Возможно, именно поэтому ваш котик так часто спит. Но на самом деле он ментально летает по квартире и гадит. Однако способностью выходить из грубого облика может научиться и человек. Более того, 10% людей намеренно выходят из своего тела, а около 85% — случайно между сном и бодрствованием, кстати, как и я. Дело было прошлой ночью. Я, как обычно, засыпал способом на спине, о котором рассказывал вам в прошлом ролике. Можете его посмотреть, кликнув на подсказку сверху. Неожиданно я просыпаюсь и очень резко вскакиваю с кровати. Ничего необычного я не увидел. Моя комната ночью. Сверху виден рельеф шкафа. Из окон немного света от фонарей. И тут я зачем-то начинаю двигаться влево-вправо-вперед-назад по кровати. И все бы ничего, если бы не подозрительная легкость движений, которую я испытывал. Тут я подумал о том, что, чтобы двигаться так в реальной жизни, нужно приложить гораздо больше физических усилий. Далее происходит необычная штука. Я не знаю, как вам ее объяснить. Но знаете, как будто на монтаже вы взяли видео и отрезали его посередине. Склеили и получился кат. То есть я снова очутился в кровати, но ракурс немножко сменился. И из состояния осознанного сна я перешел в бодрствование. То есть проснулся. Если вы случайно вышли из своего тела, не предавайтесь панике. Хотя, конечно, с эмоциями справиться сложно в таком случае. Предметы в комнате могут расплываться или деформироваться. Вы можете слышать звуки, голоса. Посмотрите на свои руки. Вероятнее всего, вы увидите лишь контур. Или их вообще не будет. Электроника в этом случае не поддается физическим законам. Свет при помощи выключателя вряд ли получится включить. Компьютер тем более. Выпить законом сна запрещено. Ну хоть где-то! Не всегда картинка от первого лица. Некоторые видят себя иначе, лежащего сверху. Но подобные истории чаще слышны от всех, кто практикует выход в астрал. Для меня астрал, знаете, больше какая-то мистика, нежели наука. Я не знаком с людьми, которые его практикуют. А если такие есть, то я все же склоняюсь к мнению о том, что это тот же осознанный сон, только больше привязанный к конкретной локации, к вашему дому. Но если вам все-таки интересно узнать подробнее про астрал, о том, как в него выходят, про общение с умершими людьми и прочей нечистью, то давайте соберем под этим видео за неделю полторы тысячи лайков. Это будет просто сделать, если каждый из вас поставить по одному пальцу вверх и продвинуть это видео тем самым в какой-нибудь топ. И мы сможем увидеть... Вернее, я смогу сделать, и вы сможете увидеть видео про астрал. Но это только в таком условии. Но вернемся к выходу из тела. Сам по себе он безопасен. Кроме неприятных ощущений от возможного сонного паралича, когда проснувшись вы не можете пошевелить телом, ничего не будет. Но подобное событие говорит об усталости вашего организма. И, вероятно, стоит пересмотреть свой ежедневный график. Если вы все-таки намеренно хотите выйти из тела, то помните, что 100% метода не существует. Элементарно потому, что все мы с вами абсолютно разные. Но однозначно выявлено, что в данном случае помогает визуализация и ваша бурная фантазия. Попробуйте представить, что вы все быстрее и быстрее вращаетесь вокруг оси. И с каждым вращением ваше тело все выше и выше отделяется от кровати. Также можно нарисовать воображаемый канат, свисающий с потолка. И вот вы забираетесь по нему все выше и выше. И самое главное, будьте предельно спокойны. Эмоции и возбуждение тут только навредят. На самом деле тема снова безумно интересная. Я буду еще практиковаться и делиться с вами результатами. Конечно, в том случае, если делиться будете вы этим роликом со своими друзьями. А также ставить большие пальцы вверх и писать свои комментарии. Кстати, о них напишите, пожалуйста, случался ли у вас когда-нибудь выход из тела. Намеренно или случайно, неважно. А если не случался, то просто расскажите об интересных случаях, которые вы могли наблюдать, пока были в состоянии сна. А с вами был Айден. Что нам осталось еще в конце сказать? Да тело нужно вернуть. Тело, а ну сюда обратно вошло в меня. Иди в меня. Да иду я зануда. Почему ты не ваша вэй? Не умничай здесь. Все, что-то. Субтитры создавал DimaTorzok